Окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил художника-акциониста из Евпатории Богдана Зизу, арестованного за антивоенную акцию, к 15 годам колонии общего режима. В мае 2022 года он облил краской, цветами украинского флага и поджег вход в администрацию Евпатории, протестуя против войны. Его задержали и предъявили обвинения в теракте и призывах к терроризму за видеообращение, которое он подготовил одновременно с акцией, сообщает телеграм-канал Граты. Сам художник в своем последнем слове объявил, что с 10 июня начинает голодовку и отказывается от российского гражданства, которое он получил после аннексии Крыма-Россией. Я, Зиза Богдан Сергеевич, являясь гражданином Украины, находясь в здравом уме и трезвом рассудке, отдавая отчет своим действиям и осознавая последствия, объявляю голодовку, требованием которой является лишение меня гражданства Российской Федерации, а также освобождение всех украинцев, политических узников из российского заключения и передачи их украинской стороне. Богдан Зиза, крымский художник на заседании суда. Владиславу Кровалю Ухтинский городской суд в республике Коми назначил 6 лет и 3 месяца колонии общего режима. В июне 2022 года Владислав написал, что он против войны на баннере, который висел на Ухтинском доме культуры. А после Кроваль увидел в списках мобилизованных имя своего сына. Он позвонил в полицию и сообщил о поджоге местного военкомата, а позже утверждал, что сделал это в сильном эмоциональном возбуждении. Если говорить о порче имущества, номинально действительно тут порче имущества имеет место, то есть юридически это корректно. А зачастую таким людям обвиняют обвинение в терроризм. Гораздо более тяжкое, предполагающее гораздо более суровые условия наказания. Поджог каких-нибудь сельских военно-учетных столов, к тому же не возымевший результата, потушенный скоро, конечно, никого испугать не может. Формально он не может быть квалифицирован как терроризм. Фигуранта дела о поджоге военкомата Алексея Рожкова вывезли из Кыргызстана в Россию. Сейчас он находится в СИЗО. Рожков стал одним из первых антивоенных активистов в России, который в марте 2022-го поджег военкомат после полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Его задержали и обвинили в покушении на убийство. Якобы в здании военкомата находилась женщина-сторож. Однако через полгода статью переквалифицировали на порчу имущества и Рожкова выпустили из СИЗО. На фоне заявлений властей о том, что поджоге военкоматов необходимо квалифицировать как террористические акты, Рожков покинул Россию, сообщает правозащитный проект «Зона солидарности» в Телеграм. В России продолжаются преследования инакомыслящих. Так, в Петербурге прошли обыски у двух бывших активистов движения «Весна» Евгения Затеева и Валентина Хорошенина. Молодых людей отвезли в Москву на допрос. Обыски, в принципе, являются стандартной мерой давления и устрашения, как на тех людей, которые подвергаются уголовному преследованию, так и отдельно от нее, отдельно от собственного уголовного преследования. И органы не только возбуждают дела в отношении каких-то людей, но в качестве свидетелей привлекают каких-то активистов, десятками привлекают, в частности, я говорил об этом. Изымают они технику в ходе обыска, там кладут на пол, ну как у нас проводятся обыски, выламывают двери и так далее. То есть это ужасно травмирующее и крайне неприятное событие для людей. Обыск также прошел у члена партии «Яблоко» Василия Неустроева. Его подозревают, среди прочего, в распространении фейков о российской армии и экстремизме. Ангелину Рощупко, еще одну активистку и журналистку «Скат-Медиа», МВД объявила в розыск. Юлия Биль для телеканала «Фридом».